Аминь, Царь, Сын, Святого Духа, Аминь. Царю Недесану и утешителю души стены, И жизнь здесь, и вся исполняяй сокровища благих, И жизни подателю прийти, и жизни сябны, И очистены от всяких... Ты снимай только, командир, и спаси благослови души нашу. Отец наш Небесный, молим тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови это наше собрание с чадами. Дару Господи по Слову Твоему, узнать истину Твою в Слове Твоем Святом, распознавать ее всегда и в жизни нашей. Потому что многое уже мы увидели в этой жизни, от чадам нашим предстоит еще очень много разбираться в истине, где она. Помоги Господи им через Слово Твое Святое, пускай и всегда они пред глазами имеют священное описание. Благодарим Тебя, Господи, за это преображение Твое, которым Ты показал себя, явил ученикам, кто Ты есть и глаз этот от Господа. Благодарим Тебя, Господи, и слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благодарим Тебя, Господи, и слава за все, Отец, Сын и Святой Духа. Аминь. Преображение, Господне. Слово преображение. Преобразиться. Как преобразиться? Кто у нас филолог? Коля. Изменить образ. Неплохо преобразиться. Ну-ка, примеры преображения. Из Вашей жизни, а? Вусеницы, да. Ого, ничего себе, отлично. Я думал, что Вы скажете, что-нибудь про театр, что маску можно надеть, снять. Нет? Нет. А тогда включи, а? Что еще? Пластическая операция. Вай, вай, вай. Ну, пускай будет еще пластическая операция. Неплохо, кстати, это уже современно. Да, вот не было пластических операций раньше. Да, сейчас это, как Игнатина часто повторяет, за полтинник красоты не купишь. Забудуешь, что же. Делают необыкновенные сейчас пластические операции, и действительно люди становятся красивее. Но, а в Аллах ли печется, говорит Господь? Апостол спрашивает, а в Аллах печется? А ком? Вол. Вол – это плоть. Ну, плоть, наша плоть. А о чем печется? О душе человеческое, спасение. Течется Господь. Вот о чем. Поэтому, как ты душу-то изменишь? Все ребята уже высокие. Высокий. А этот выше. Хорошо, правильно все. Поэтому о душе, о спасении нужно. А вот Господь так преобразился, что до сих пор люди празднуют 2000 лет уже. Вот преображение, так преображение. А если бы библейские преображения вспомнили? Давайте вспомним преображение. Самое великое преображение в человеке какое было? Ну-ка. У него там одежды изменились. Там было написано. Еще. Черты. Черты изменились. Черты лица. И одежды тоже. Еще пристали Илья и Моисей. И еще, как Петр сказал там, давай, хорошо нам тут, давай поставим три кущи. Одну Моисею, одну тебе и одну, как ему там. Ильи? Угу. А кущи что такое-то, знаешь? Кущи. Это такие шалаши. Шалаши? Была в шалаши хоть раз? Игнати Ильич там часто потеряли какие-то шалаши строят. Ты приезжай, потеряй их куда-то. Ты там в кущах ползаешься вот так. Сейчас они в музейный комплекс отойдут. Я в палатке на тыкаловке. А там так вкусненько спать в шалашах. Ой, если только с соломинкой никуда не попадет, где щикотно. Ой, хорошо. Ты так смотришь на свет, а вот эта пыльца такая травяная летает, летает. И такой запах сена дурманящий. Обалденно. Хорошо в кущах-то. В кущах хорошо. В кущах можно заснуть и вообще не просыпаться. А Господь что на это ответил, кстати? Про кущи-то. Хорошо нам здесь быть. А Господь что сказал? И вот только слушайте сына. Правильно. Это голос с неба был. Да. То есть Иисуса Христа слушайте. А Он что сказал? Нет. Он сказал нет. Не надо никаких кущей, сказал Господь. Что такое куща? Куща это монастырь. Понятно? Сегодняшний. Зашли в эту кущу и хорошо нам здесь жить. Солнышко сквозь сеновал. Вздохнули и как обезьяны в той сказке в маковом поле заснули все. Спят. Проснуться не могут. В кущах в этих. Не для того Господь их на гору, на эту лысую гору позвал-то. Чтобы там кущи строить. А для того, чтобы преобразиться. Показать спасение человечества. Так вот, самое большое преображение, какое, как считаете, было в человеке? Такое, что повлияло на все, вот и мы до сих пор здесь с этим преображение. В раю оно было, это преображение. Человек был вечно живущий. У него было дерево. Как называлось оно? И второе дерево. Древо жизни было у него. И Господь говорит, когда человек преобразился в плохого человека, переобразился, стал другим, стал полганым, грешником, то есть. И что Господь сказал? Пойдем, как говорят, это дерево-то от него заберем. Как бы он не съел плодов, не съели плодов, они и не стали жить вечно. Вот что еще могло быть. Вот где детективы-то снимать ненадуманные. Вот какой стал человек хитрый, стал лукавый, коварный. И тут же жене угодить съел. И тут же, чтобы Богу угодить, жену тут же. Ну, ты же мне дал эту жену, она мне дала, я ел. Что тебе сделаешь уж? Ничего тут не сделаешь. Такую вот ты мне дал, ты же мне ее дал. А как сам печальный был, так это не говорит об этом. Но он как бы не просил у Бога жену, он и не знал, что просить-то. Но среди животных, говорит, не нашлось помощника по сердцу человека. Не нашлось этих животных. Вот Господь ему и дал из него самого жену. Это тоже было своеобразное преображение. То есть есть преображение на жизнь, а есть преображение на смерть. А второе преображение, какое было у нас? Помните, когда народ израильский вышел и пришел к горе Хариф? И на эту гору зашел Моисей. И там произошло великое преображение с Моисеем. Моисей получил необыкновенные горы. Мир тебе. Ты будешь вести за ней? Не, но вы если занимаетесь, занимаетесь сегодня преображением? Да, преображением. И когда он спустился, люди не могли смотреть на него. Такой свет от него исходил. Вот это преображение было. А для чего? Люди страх Божий начали иметь. Как так? Откуда такое? Раньше они как спрашивали? Помните, когда он уходил из пустыни от своего тестя? То есть с Господом встретился. При Купине. И говорит, а ты скажи, как тебя звать? А то я пойду, скажу народу, что вот меня послал Господь. А они скажут, а как имя ему? А я и не знаю. И не послушает меня народ. Народ-то какой был простодушный. Ему посылают спасение. Вам нужно имя или спасаться? Потом узнаете все? Нет. И Господь и на это идет. Ну ладно, что имя мне Саваоф. И Иегову, сущий мне имя. Воевода ангельских сил. Вот я кто. И пришел он им и сказал это. Вот именно здесь было преображение. Они увидали и поняли. О, с кем они имеют дело. И потом, когда сказал он им, что не подходите к горе. Вот тут прочертили черту. И ни скотина, ни вы не должны за эту черту к горе приближаться. Иначе Господь поразит. Поставили лучников. Охрану поставили, чтобы никто не подходил. И все бдили там. Это страх Господний пришел. Страх Господний. Но через страх оно и спасение тоже пришло. И многие это осознали. Апостолы, вот апостолы, они вот те самые потомки уже Адама с Евой, Моисея, этого народа Божия, Авраама, Моисея. Которые уверовали через все это. Не просто они родились, как мусульмане сейчас. А я родился, а я мусульманин. И так же было и у иудеев. У меня же иудеи родились, значит я еврей. А я еврей, значит спасенный. Меня же Бог хранит. Но было самое удивительное. То, что как бы Господь-то называл себя народом Божьим. О своем дальнейшем существовании они мало знали. Они не знали, что будет рай для них. Они понимали, будет какое-то спасение. Господь же сказал, спасет. Но если они умирали, они шли в Шиол. Они не в рай шли. Это была все равно печальная религия, хочу вам сказать. А здесь Господь дарует не только свое преображение. Но дарует еще людям услышать глаз с небес. Какой глаз был? Все есть Сын Мой. Возлюбленный. А дальше? Его слушайте. Благоволение это было прикрещение. А здесь Его слушайте. Для чего это было сказано? А они потому что ученики Господни, они уже знали, какой Господь. И когда все отвернулись, апостол Петр сказал, у тебя глаголы вечной жизни. Они уже выбрали Христа. Тогда. И поэтому они так, когда вышли, эти трое с горы сошли, они как бы возмущались против тех девятерых. Как так вы не могли поставить за нашего учителя? Не могли там какого-то изгнать беса из этого отрока, что ли? Это после того, как вы увидели и услышали глаз Божий. А те-то ученики еще этого не знали. И они молчали. Господь им сказал, не говорите ничего. Еще и в тайне это осталось. Моисея и Илья еще явились. И они их узнали. Вот. Батюшка идет освещать. Нет, он сюда все равно зайдет. С кадильницей будет ходить. Поэтому преображение очень было важно для спасения нашего. Там Господь столько на этой горе преображения рассказал обо всем. Как человек должен поступать, когда уверовал искренне. Когда Христос не просто, как мы обычно называем, у меня там есть друг. А тот друг и не знает, что он твой друг. Почему? Ну, потому что он великий какой-нибудь или такой известный. Хорошо его другом назвать. А ты-то кто такой? Поэтому мы, конечно, можем назвать Христа другом. Вот баптисты песнопения поют. Там Христос наш друг. Тогда так во весь голос еще. А Господь действительно сказал, и назовем вас друзьями. И дальше сказал еще назовем. Как? Братьями. Вот так. То есть можно даже сказать, Христос мне. Можно сказать. А Господь как на это говорит? Помните? Евангелие от Марка, когда принесли расслабленного-то. Он говорит, встань по стилю твою и иди. Прощаются те грехи твои. А что легче сказать? Прощаются грехи или возьми по стилю и иди? Возьми по стилю и иди. Правильно. А почему? Потому что это... Прощаются тебе грехи. Сказать-то легко, возьми по стилю. Так надо, чтобы он потом взял ее и пошел. А он вдруг не пойдет. А прощаются тебе грехи. Ну, сказал, прощаются тебе грехи. Кто там будет у тебя внутри говоряться? Простились те грехи или нет? Понятно? Так что легче сказать? Она уже верующая прям до мозга костей. Христианка настоящая. Она даже... У нее язык не поворачивается. Сказать прощаются тебе грехи. Молодец. Правильно. Нельзя это нам-то сказать. Я не про нас говорю. Я вообще говорю о людях. Фарисеи не верующие были во Христа. Поэтому они так и говорили ему. Конечно, что такого сказать? Прощаются тебе грехи твои. Ну, сказал и сказал. А он говорит, возьми постель твою и иди. И он говорит, встал, взял постель, на которой лежал, на которой его притащили четверо и прокопали крышу. Проломили крышу и опустили. Это надо же было как-то договориться с хозяином. И потом крышу доделают. Как к Христу стремились они, а? Все. Сейчас этого нету вообще. Ну, такие храмы, конечно, строят великие. Все. Но преображения-то нету. Преображения-то у нас на этот праздник. У нас толпы должны стоять на коленях вокруг храмов. Преобразились люди. Все. Они поняли, кто такой Христос. Свыше-то глаз был. Вот как думаете, сейчас глаз с небес раздастся людям? Уверят? Уверуют? Не уверуют. Вот в том-то и дело. Преображения нету. А ведь этот праздник для того, чтобы люди преобразились. Говорить-то нужно о рождении свыше. Вот ученики на горе, когда услышали в глаз, они преобразились как-то? Увидев Христа преображенного. Он же преобразился для себя, что ли? Да. Он всегда такой. Мы его просто не видим таким. И он дал глазами верующего человека взглянуть на самого себя, какой будет Господь, когда будет в царстве. Простите. И когда он будет сидеть на престоле славы своей, вот он будет какой. Ну, немножко хотя бы. Еще Бог-Отец здесь рядом. Но так как Бога Отца никто не видел и не увидит, то глаз был. Глаз. Ну, голос, и все хорошо. Слава Богу, как говорится. И на этом. Мы, грешники, вообще не достойны ничего. И тут вдруг по милости такой. А почему? Ну, потому что Христос себя самого отдал за это. Отдал всего себя, Господь, Сына Своего Единородного. Даду мы могли насладиться своим спасением. Для этого нужно нам преобразиться здесь. Осознать это. Что Христос для нас сделал. Ведь Он для нас это сделал. Суббота для человека. А не человек для субботы. Понимаете? Христос для людей пришел. Для нас с вами. Преобразился Он. И вы каждый, каждый из нас, каждый выходя, должен преобразиться сегодня. Осознать. Что для этого нужно сделать? Если уже преображение прошло у тебя, то ты должен выйти к людям. Я вот тут спрашиваю одного мальчика, верующего. Там у него сотоварищ есть по учебе. И говорю, а он знает, что ты верующий? Нет, не знает. А ты ему что-нибудь о Христе-то рассказал? Нет, не рассказывал. Вот и все. И вот и спрашивается. Мы-то преобразились сами. Христос-то преобразился для нас. Ну и что мы скажем? Вот Христос, Он такой. Был день Христос серый, а стал Христос белый. И все? Достаточно? Да даже в этой сказке, где этот колдун преобразился, он и то стал больше добра делать. Мы же не можем на этом и остановиться. Ведь Христос, Он прямо в нашу душу вложил нам это преображение. Да, такой очень сложный праздник, так же, как и для людей неверующих, ну или воцерковленных. Так же, как и ведение во храм Престой Богородицы. Тоже, чтобы этот праздник объяснить людям, ой-ой-ой, сколько приходится затратить всего. Это надо, чтобы они сидели, целый час нам слушали, чтобы добиться до них чего-нибудь. Как? Ну и что, ввели во храм Престой Богородицы, и что? Я не могу понять, там уже поют или нет, а? Точно? Точно, что никто не загадывает? Сейчас я просто посмотрю. Пойдемте молиться. Благодарим Господь, мы не прислаживаемся в духовном праздник преображения. Преображенными заходим. Господи помилуй.